Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. Обсуждалась тема родителей и детей. Название передачи будет «Дети. Враги семьи». На стульях вновь оказались мамы-кукушки, Гозиас, Волынец и Босс. На съемки приехали Сергей Катасонов, Ирина Александровна Огибалова, Катя Колесниченко, Кристина Дерябина. Вот некоторые комментарии фанатов телепроекта. Только бездетным могла прийти на ум такая тема. Катимся все ниже по шкале моральных ценностей. Все низменно-похотливые темы уже перебрали. Казалось бы, некуда ниже падать, но нет предела мерзости. Кристина Лисковец и Федя Стрелков покинули Сейшелы. На островах теперь осталось четыре человека Семен Фролов, Руслана Мишина, Оля Рапунцель и проектный психолог Михаил Козлов. Ваня Барзиков и Марина Африкантова решили остаться друзьями. Ваня обиделся, потому что Марина так и не согласилась заселиться с ним. Марина пишет. «Ваня сегодня расстался со мной. По этому поводу он устроил холостяцкую вечеринку для женской спальни. Пригласил всех девочек на шашлыки, а меня даже не позвал. Но мы в вип-доме устроили свою вечеринку и прекрасно провели время». Мама Марины так пишет про эту ситуацию. «Ваня бежал с нашего корабля. Он принес цветы и духи и решил, что уже пора нести к Марине свою подушку. Спасибо за ваши добрые советы, Марине. Она все сделала правильно». На поляне переселение. Как вы помните, Саша Харитонова с Альфредом сразу же заселились. Им уступила свою комнату Татьяна Владимировна. Сама женщина перешла жить к Марине. А в комнату Чуйва, сломав замок, вселились Федя и Кристина. Илья Яббаров опубликовал два снимка с Татьяной Владимировной. Он подписал их так. «С моей куколкой едем на съемки на ток-шоу. Мой котик устал после съемок». Героиня его романа Татьяна Владимировна комментирует. «Яббаров активно примазывается к нашей семье. Он из кожи лезет вон, чтобы быть в центре событий. Он так радуется шевелению на своей странице. Радуется, как ребенок. Я пришла на проект с одной главной задачей – найти Мариночки достойного жениха. У меня все хорошо в жизни. Есть дом, есть любимый муж, есть любимые дети и даже внучка Яна. А если Яббарову доставило удовольствие поярчить за мой счет, то у него это получилось. Подписчики у него заметно выросли». В сети ходят слухи, что Стелла Монасыпова была замужем и разведена. «Теперь осталось объявиться ее ребенку за периметром», – комментируют зрители. И Романец покажется Черкасову ангелом с ее наивными выходками. Как вы помните, Андрей Черкасов стал ведущим новой рубрики в рамках проекта «Дом-2». Она называется «Кто ходит в гости по утрам?». Андрей пишет. «Друзья, на этой неделе мы будем снимать мою рубрику о бывших участниках в гостях у Гобозовых. Пишите свои вопросы к Саше, Алиане и Ольге Васильевне в комментариях». Недавно на судном дне Ольга Рапунцель шокировала зрителей. Она опозорила свою мать, заявила, что именно мама привела ее в бизнес для взрослых. На проектном суде Рапунцель сказала, что уже в 14 лет мама водила ее на кастинги к иностранцам. Кстати, девушку на родине знают не только как работницу эротических чатов, также она оказывала и сексуальные услуги за деньги. Дима Тарасов, муж Оли Бузовой, раньше был женат, его дочке сейчас 8 лет. Бывшая жена Димы выложила фотографию дочки с папой и подписала кадр «Доча с папой. Думаю, а есть ли в моей дочке хоть что-то от меня?» И действительно, маленькая Ангелина Анна – просто вылитая копия своего отца. Дима редко балует своих поклонников фотографиями дочери, но редкие снимки доказывают, что Тарасов любит дочь и общается с ней. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok